Сергей Романович Сергей Романович Сергей Романович раз в жизни играю кота и так далее. Но сегодня у меня особая роль. Я сегодня так доволен, что в Новый год такой праздник и я. Будем стараться, чтобы ребятам понравилось. Хорошо. А это мой самый лучший друг. Это Снеговик. А сейчас я вас буду знакомить с отрицательными персонажами. Спасибо. Всех грабить, всех болото затаскивать. Правильно? А я уже столько наиграл этого лешего, что меня уже не отличишь от лешего. Да что ты говоришь. Кстати, нам тролль чем-то отходит. Да, понял? Вот так. Так леший добрый, да? Или как? Леший, он почему-то хороший. Я ему говорю, ву, а он говорит, я хороший. А вы кто? А я плохой, я баба Иганя. Ой, ты не узнаёте. Меня не узнают. Попробуй только назвать меня бабусей. Смирну тебе шум. Знаете, ну ладно. Баба! Спасибо вам отрицательное большое. Зимушка-зима. Вы можете сказать пару слов на камеру? Какое у вас настроение, какое у вас настроение? Очки-зимы, зимушки-зима. Настроение у нас очень хорошее. Мы с Новым Годом спасаем главных героев наших, Деда Мороза и Снегурочку. Этот персонаж, это сказочница. Какое у вас настроение? Настроение, чтобы сказка состоялась и чтобы добро победило зло. Сейчас возьмём интервью у практически главного героя, это Деда Мороза. Здравствуйте. Люблю Новый Год, детей поздравлять с Новым Годом и подарки им дарить. Это моё самое любимое дело. Снегурочка моя, помощница моя. Здравствуйте, дети. Всех с Новым Годом. Всё, уже начало. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, все наши гости. Давайте знакомиться. Я, зимушка-зима, а это мои друзья. Новый Год и снеговик. Надо Деду Морозу и Снегурочку искать. Внимание, внимание! Произошло ужасное событие. Карр! Травит лесное радио, карр! Ой, коще бессмертный украл. Ой, дед Мороза и снегурочку, и ребята не получат подарка. Карр! Ой, а что же делать? Ведь если Дед Мороз не даст мне 31-го посох, то Нового года не будет, и дети не получат подарки. Как ужасно. Ой, как плохо. Правда, ребята? Да. Надо выручать премников. Мне одна девочка сказала, что Кощея нужно из рогатки встрелять. Да, что сказали ребята, что надо его защекать. А еще сказали, что какое-то яйцо есть. Я не знаю, что это такое. Идемте за мной. Жизнь или Пошелек? Пошелек или Жизнь? У нас нет денег. Мы идем спасать, поручать Деда Мороза и Снегурочку, у Кощея Бессмертного в плену. А вот это мы ей должны помешать. Пожалуйста, будьте добрее. Ой, ребята, произнесено волшебное слово «пожалуйста». И я уже не могу никаких плохих делать дел. Но и не могу я вас так отпустить. Отпустите, пожалуйста. Отгадайте мне две загадки. Вот если вы их отгадаете, тогда я вас отпущу. Хорошо. Но только если друзья будут нам помогать. Правда, ребята? Помогайте, ребята! Помогайте, ребята! А это ваши друзья? Да! Какие много? Какие нехорошие ребята? Ну что ж, придется и вам постараться. Слушайте. Как зовут внучку Деда Мороза? Снегурочка! Слышите, молодые ребята! Да вы-то знаете, но они же могут не знать. Они нам подказали. А вот Деда Мороза, Снежная Баба, Снежная Королева или Снегурочка. Подказали, ребята, Снегурочка. Снегурочка! Никак не будет. Вас не победишь. Правильно. Еще одна загадка. На что опирается Дед Мороз при коньке? На елку, способ и ты на Снегурочку! На способ! На способ! На способ! Спас, правильно! Хорошо! Вы все обгадали. Нам можно в путь, нам некогда. Хорошо, идите. Я вам разрешаю. Все, мы пошли, спешим, спешим спасать. Они ушли за подарками. А я сейчас аккуратненько за ними слежу. И как только они подойдут к Деду Морозу за подарками, я отниму их все! Мне? Да! А вы читать-то умеете? Йога! А теперь наведем порядок с Новым годом в нашем сказочном королевстве. Вот, это наш прекрасный лес, где так много елочек красивых, зеленых, пушистых растет. Вот, молоденькие совсем есть. И наша коронева, самая большая, самая красивая, пушистая елка с шикарными игрушками. И скоро она загорится. А куда вы идете? Мы идем, мы идем спасать Деда Мороз и Снегурочку. А не в плену, Кащей Бессмертного. Я хочу вам помогать, но только надо назвать пять сказок. Ну, с удовольствием, добрая сказочница. Только ребята нам будут помогать. Какие сказки вы знаете? Я люблю таких друзей. Ребята, назовите, пожалуйста, пять сказок. Называйте их. Курово. 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 Отлично. Курово. Курочка-рява. Курочка-рява, да? И красная шапочка. И красная шапочка. Курочка-рява. Мормалей. Мормалей. И еще. Еще одну сказочку. Я знаю, паралеку. Я знаю, паралеку. Молодцы, ребята. Молодцы. Отерпи в путь. Нам вам спеши. Путь. Пошли с нами, сказочница. Гвозди, значит так, Леш, я тебя последний раз предупреждаю, не сиди ты на пенте с этой книжкой, тебе нужно сейчас, кажется, гвозди придут, тебе надо бы готовить тропинку, чтобы их болото завести, понял? Да понял, баба Ега, что тут сложно? Да, а болото какое у нас хорошее, ой, а лягушек-то с лягушатами сколько, только тихо, не квакать, у нас государственное дело. Ой, тихо, бабуся, я баба Ега, а не бабуся, тоже, ой, не квакать, какие у нас гости, выходи, отдыхайте, 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 отдыхайте. Некогда нам, нам нужно Деда Морозович, Негорышка, спасать. Молчи, Шкент, значит, это, ты слышишь меня, понял, да? Извиняюсь, гости, мне надо сделать звонок. Наверное. Это куда ж вы такой кабаней едете, собрались? Тащи о бессмертном углу. Ребята, вы любите стихи? Да! А вот у нас есть Новый год, видите, он совсем еще молоденький, маленький. Я бы даже сказал, молоденький годик. А ты любишь стихи? Да, конечно, люблю. А знаешь, что-нибудь интересное? Да. Ну, расскажи, ребята. Чародейку и зимой, чародейку и зимой, о колдовом лес стоит. И под снежной бахромой, неподвижной и немой, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, не мертвец и не живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован, мягкой цепью пуховой. Солнце зимнее лимеще, на нему свой луч косой, в нем ничто не закрепещет. Он не вспыхнет и заплещет, ослепительной красой. Я, если вы мне сейчас поможете, и ребята, поможете, то я вам помогу найти дорогу. Ой, давайте, ребята, помогайте. Ребята, вот со мной такая история произошла. Летом я нашел книжку в лесу, стал ее читать. В общем, так все вроде понятно. А некоторые слова как бы выпали. Вот вы мне помогите, тогда вы сейчас себя прочитаете, и тогда я провожу ваших друзей к Деду Морозу. Поможете, ребята? Да. Помогайте, помогайте. Ребята, давайте. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не уронит, не утонет в речке мячик. Отлично. Вот посох волшебный Деда Мороза. А теперь он у меня. У меня волшебный посох. Все могу. Ой, Новый год. Новый год. Забери у Кащея посох волшебный. Кащея, за все твои злодеяния я сейчас сломаю эту иголку, и ты исчезнешь. Ой, ой. Ты же добрый. Не разрешай его мать в руку. Ребята, простите. Давай простите. Они точно избраны. Они больше так не будут. Не будете? Никогда. Ну, прости мы. Если мы простим, то у нас в сказке, тогда добро не победит зло, как оно положено. Да, простим тогда. И я верю, что в этом году все будут хорошие. Ну что ж, тогда начнем праздновать Новый год. Дед Торос, Снегурочка, а как же мы начнем праздник, если елочка не священа? Правда. Ой, правда. Дети, нужно сказать волшебные слова, чтобы огоньки на нашей елочке зажглись. Давайте все вместе. Раз, два, три. Елочка, огоньки. Ууу. А на этом все. Если вам понравился сегодняшний спектакль, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите хорошие комментарии. А с вами был Сергей Романович и всех с Новым 2017. Не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова